Это возможность, не кивая ни на какие сложности, провести мгновенно, насколько возможно мгновенно, быстрые и эффективные реформы. Учитывая, что президент этого хочет, и я верю ему и верю в то, что он этого хочет, у меня есть надежда, что это получится. Потому что не будет никаких сдерживающих факторов в данном случае. Мне Леонид Данилович Кучма говорил, если бы ты знал, как мне мешал парламент. Но это же невозможно, я хочу сделать что-то, а парламент блокирует. Вот сегодня президенту не будет мешать ни парламент, ни кабинет министров, ни комитеты парламента, ну никто. То есть хочешь делать, делай. Открыты все пути. Уникальная ситуация для Украины, и это повод для моей надежды. Да, но оптимизм все же сдержан, я вернусь к этому. А он может быть сдержанным по разным причинам. Например, ну очень много вызовов перед страной, и это вызывает опасения. Сдержанным он по одной причине. Так. В президенте я не сомневаюсь. А дальше идут люди. Люди, 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 которые расставлены на посты. Будут еще расставлены на посты. А люди в основном негодяи, к сожалению. Верить которым нельзя, которые хотят воровать. Ну, наши обычные, обычный набор. С Марса нам других не завезли. Поэтому приходится иметь дело с людьми. Как Сталин когда-то сказал, когда ему там Берия говорил, писатели надоели, и тот не так. И он говорит, других писателей у меня для тебя нет. Вот других у нас чиновников, депутатов, министров и так далее нет. У нас есть эти. Поэтому на этом основан сдержанный оптимизм. Почему сдержанный? Потому что придется Зеленскому иметь дело с людьми, к сожалению. И тот же Сталин говорил, что кадры решают все. Да, он правильно говорил. Продолжение следует.